А на болевшем или об актуальном? Я сейчас маленькими шагами иду в своё собственное развитие. В своё собственное? Ну, в развитие. В развитие, да, в психологии. Ну, маленькие. Ну, маленькие, да, пока они небольшие. И заметила такую вещь, что я придаю какую-то избыточную важность, избыточное значение своей деятельности. И это мне очень мешает. В смысле избыточное? Сейчас скажу. Ну, то есть это нужно, как, наверное, вот Аня сейчас была, то есть это нужно соответствовать каким-то своим идеалам. Боже мой, ты до сих пор от этого не слабая? Да, вы мне уже дарили много дипломов. Тут как-то летом или осенью прям множество. Я прям думала, да, хорошо. И всё время чего-то как будто бы недостаточно. На флюорографию тебе направление сделать и уже окончательно что-то. Как, наверное, относиться к процессу своей деятельности? Ну, почему-то мне хочется сказать в какой-то степени. Как игре, от которой можно получать удовольствие, и к которой можно развиваться, и не утяжелять её. Вот, какими-то своими... А в какой области ты играешь? Ну, я сейчас, например, психологическую трансформационную игру веду. Ну, и так, консультирование. Ух ты! Лива, что ли? Нет. Какую? Женскую. Ну, источники женской силы. Источники женской силы. Она не одна, там ещё есть игры, но вот как основная. Я не чувствую... Ну, что это тебя действительно волнует. А вот так интересно получается. Как-то я тут оказалась на этом стуле, да, и начала говорить вот. Да, хотя это не планирует. Да, это не мой запрос был, ну, вот так здесь оказаться. Тут вот раз посадили, а что меня волнует? Я тебе скажу, что, смотри, вот этот божественный насос, сердце, творческий поток, он же пульсирует между... Пульсация происходит между тем, что я хочу лучше, качественнее, и... Ну, что-то... А вот так вот, а выходит вот так. Я опять хочу лучше, покачественнее, поинтереснее, пособраннее, помудрее, побольше. А потом раз, а в реальности вот так. И вот в этой пульсации жизнь прокачивается. Как только ты напряжёшься на то, что я идеально, ты быстро выгоришь. Как только ты расслабишься в том, что... Как это сказать? Ну... Чё-то... А, хрен его знает. Идёт, как идёт. То пропадёт интерес. Вот когда ты тянешься, чтобы сделать интереснее, лучше, ёмче, это подъём. В реальности выходит иногда даже круче. Ну, иногда как-то вот, ну, там, группа или чё-то, ну, как-то, ну, обычно прошло. Вот здесь мы говорим обычно, а не плохо. Понимаешь? Вот, фейерверк, ну, как бы, чего-то, это всегда синергия. И это не всегда бывает люди в консультации или в группе. Три-четыре тяжёлых человека, и вы как будто дрын-дрын-дрын, дрын-дрын, не можете... Понимаете, потом, смотрите, есть люди, которые дают в группу что-то. Ну, они, начиная от улыбки, смеха, да, какой-то заинтересованности. Ой, мне прям тоже вот это понравилось. Понимаешь? А есть люди, которые ничего не дают, но берут. То есть наблюдают из своего маленького бункерочка, но ничего не дают. И вот чем больше дают, и поэтому я их соблазняю сюда. Тебя соблазнял. Ну, вчера и сегодня целый день. Да, когда-то, как говорили, есть люди. Поэтому, как только мы всех соблазним участвовать, проявляться, дурачиться, чуть-чуть играть, задавать вопросы, энергия общая закрутилась, и поле как бы поднимает. То есть, вот мой глюк, мой косяк лет 10 назад, мне на это Таня Мужицкая указала, когда мы вели с ней семинар. И она говорит, смотри, в группе назревает конфликт. Злость на нас. Но вместо того, чтобы эта злость поднялась, и они с ней справились, встретившись с этим, как со своей злостью, как со своим негодованием, как со своей некомпетентностью, эгоизмом, что, говорит, ты делаешь чаще всего? Ты начинаешь это заливать своим медиком. Ты начинаешь людей успокаивать, умиротворять, объяснять. Ты не даёшь им дойти до кондиции, встретиться со своим вот этим, то, что накипает. Потому что отогревание происходит людей, и сразу динозавры вылазят оттуда, отогревшись. Ну вот поэтому раньше я так подрабатывал спасателем на МЧС в Кинишме. Два раза в неделю. Но сейчас вот вылился, нормально себя чувствую. Понимаешь, всё, что происходит в терапевтическом процессе, в групповом процессе, это же не моя ответственность. Это то, как мы друг другу понравимся, как подойдём, как сможем. Конечно, нам не чуть больше, но 51, не больше. Но если человек не ведётся, сопротивляется, подозревает. Вот, мы пробуем, пробуем. Ну, то есть, идеально. Как только мы ставим какой-то идеал, обычно что мы ставим в личной такой работе, терапевтической, за идеал? Это когда-то офигенски выстрелило, и мы уже тянемся к этой планке, забывая, что даже сюжет скучной группы, или, например, какой-то замедленной очень, это тоже результат, жизнь многообразна. Вот, и если скучная группа, вот у нас сейчас скучная группа, смотри, мы подморозили, заморозили, сидят, особенно Юля вот скучает, Лена, вот, они так даже, даже и лицо не держат, ну, скучно, потому что мы разговариваем с тобой скучно. Вопросы какие-то теоретические, эмоций ноль. Вот, и вот вопрос в чём, смотрите, раз мы вместе, если человеку скучно, если он дезертир, он раз, типа, сидит здесь, а ушёл во внутренний айфон, ушёл туда, что-то подумал, да, он где-то там внутри кушал, а тот, кому скучно, например, Лена, она говорит, да мне скучно, убери ты эту Иру, вы с ней заморозили и меня, и друг друга, ваши вопросы не носят переживательный характер, давай лучше я сяду туда, Лена, например, так, я говорю, а садись, ну, ты попробуй её убери с этого стула, и вот начинается сюжет, Лена, я говорю, смелее, смелее, она за руку хватает Иру, стягивает, она говорит, хрен, я уйду, кто тут такая самозванка, что ты сюда припёрлась, понимаешь, вот он, начался сюжет, вот он, начался сюжет, я скажу, Лен, ну, сейчас не говорю, давай вытащи эту Иру, потому что группа уже у нас замёрзла, я сам приморозился ей, вот, и она меня тоже немножко, и я начинаю сваливать на тебя вину, ты говоришь, нифига, это не я тебя заморозил, это ты меня не согрел, понимаешь, и вот сюжет просто и пошёл, это если мы умеем жить, умеем любить, вот, поэтому, как бы, если снаружи, как бы, люди притормаживают, бомбочку кинуть. Я сейчас для себя услышала тот момент, что, ну, это моя тема была на прошлом, на нашем этаже, про обесценивание, то есть результат, он либо такой, и я себя с этим результатом принимаю, да, либо результат, если меня, ну, не устроил мою планку, я как будто бы его обесцениваю совсем и не считаю за результат. Я задумалась. Угу. Что всё это результат, и всё в копилку. Можем на этом восстановиться? Да. Я могу выбирать? Нет, выбери Филиппа. Филиппа? Так я могу выбирать? Да, выбрать можешь Филиппа. Филиппа, я выбираю тебя. Ты уверена? Да. Ты как выбирала? Я на всех посмотрела, да. Я на всех посмотрела, да.